Патриотизм сегодняшний, он очень важен для продвижения этих идей государственности в сознании нашего народа вообще. В этом смысле казаки играют уникальную, весьма позитивную роль. Что касается самоорганизации казаков, то мы ее поддерживаем, вы знаете. Есть соответствующая нормативная база, в том числе и указы президента. И мы и дальше это будем делать. А то, что это казаки делают, это, на мой взгляд, вполне естественно. Главное только, чтобы эта вся работа проводилась в рамках действующего закона в тесном контакте с правоохранительными органами. Но, на мой взгляд, казаки иногда действуют и гораздо более эффективно, чем правоохранительные органы. Да, находимся в мобильном состоянии. У нас, в принципе, мы оповещены, что в любое время мы можем сорганизоваться, сняться и выехать в нужном количестве, в нужном направлении в Украину. Как я только там, вы сразу же туда выходите, делайте коридор. Это вот то, что вы направили? Параллелка. Так, во сколько там быть надо, Николай? Где-то мы будем в 3-4 часа. По-нашему. Все понял. Делайте коридор справа-слева, выставляете. Вот. Понял. Есть. С Богом. Всех пробрасывайте, берете и пробрасываете по коридору. С нашей стороны пешаки, а с вашей королевка. Знаете где ты? Ага. Вот. Звоните ему, цепляйте его и делайте коридор. Мы пошли на вас. Все. Понял. Вот. И с той стороны, чтобы был автобус у нас. Вперед. Здравия желаю, с вами Томан. Подъясава Угальцев. Докладываю. На место прибыли, блокпост заняли, людей расставил. Все нормально. Молодец, молодец. Мне вопрос к вам. Там вот эти группы, еще две. Они когда чего там к нам будут? Нет. Ждать их нет. Куда? Еще две группы. Приокские и питерские. Они пойдут по тому направлению. Куда мне надо. Я понял. Все. Вопросов нет. Там, говорят, до хрена где-то недалеко без скопления бензина. И солярки. У нас тут армейские? Ну да. Да, их надо пыхнуть. Я понял. Все. Николай Иванович, бабушка приехала. Все нормально? Да. Храни Господь. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо личному салу и благодарность. Все будет как положено. До звонка я потом тебе скажу, что почему еще. Добро есть. Передам тебе бумагу туда, понял? Есть. Добро. Спасибо. Давай, поделитесь там правильно. Обязательно. Сергей, я там тебе передал труп. Вот. Весла передал. Маслячь его передал, понял? Сейчас командиру группы трубку даю. Давай. Здравия желаю к своим домам. Приветствую. Я в курсе делов. Сейчас я отправляю к вам 50 человек. Уже пошли. Николай Иванович. Вот. Алло. Николай, послушайте меня, Николай Иванович. А? Николай Иванович, послушайте меня. Да. Николай Иванович, я не знаю, как здесь воевать. Здесь бардак. Нас надо выводить отсюда. Я не знаю. Я не знаю. Да, слушай. Николай Иванович, что у нас там есть с единиц? Основном большие трубы и два больших шприца. Вот. Что? Два больших шприца и основном эти трубы. И маленькие молоточки. Ага. Ну и у нас на руках то, что есть. А сейчас позвонили оттуда. Там страшный бой идет, блядь, Славянский. Ага. Николай Иванович, пересмотрите все. Ага. Пересмотрите все. Если что, я сейчас там еще гляну, что там у нас на другой яме. Ага. Выехать, выехать, подтянутся. Рассанда, с труп их пригладить, понимаете. Да. Ну. Сейчас буду искать что-то. Не могу. Ага. Михаил Юлис, как дела? Да ну, у нас тихо, а Славянский там же, вы знаете. Ну-ка попробуйте кого-то послать к этим курятникам. Вот. И постараться по максимуму вытащить, что есть. Попробуйте, если лежащие, это самое, ударить им в спину. Хорошо, Николай Иванович, хорошо, сейчас сделаем. Давайте туда направляйте, а я сейчас с этими самыми здесь, сейчас решаю вопрос, если что, тогда открываю полностью границу, и пошли бы. Хорошо, понял. Ну, что там, не прошли, вы к этому товарищу курятник? Значит, сейчас пытаемся, но не видится. Скажите, пускай вызывают, идут бои в Славянске, люди гибнут. Бои идут, они там закрылись, сказали, я их разменяю всех, скажи, понимаешь или нет? Вот скажи, сказали, таман войска сказал мне, чтобы выдали все оружие на казаков, которые будут зайти на формирование. Я уже сказал, Николай, сейчас они там подтягиваются, но кое-кто уже уехал туда, и с Нашей тоже уехали, но с чем было? Да. Ну, сейчас укрепляем блокпосты. Давайте граблять блокпосты, и надо собирать сейчас боевые группы. Вот, вызывайте афганца, Петю. Понял, понял. Пусть сделают группы мобильные по 11 человек, и забрасывают туда в тыл, в зад, и пускай бьют. Сейчас подъедет Николай Иванович, вот, провезет трубы. Ага. Хорошо. Давайте, да, формируйте подразделения, выдегруйте этих, со школ всех сейчас выдегруйте. Давайте, давайте, сейчас что есть, я вам туда еще перебросу. Сережа, я еще раз принесу, как дела? Нормально, сейчас выходим. Пошли? Ну, храни вас за сподь. Сережа, ебать тебя, право налево не останавливать, понял? Я понял, понял. Я хочу, ведь пламя с заревами возьмись, Бля. Слушай, пиши на всех бойцов, кто вертолет избил, беттер и попалил, Бля, представление, что бы не писал, понял, да? Есть, Николай Иванович, есть. Все. И жду, жду, трам-тарарам, Сережа. Надо посмотреть, что к чему, и жечь его, и расстрелять. Я понял. И там они говорят, где-то там, где-то там, на конце какой-то там деревушки или поселка, они где-то там нырнули и прячутся, понимаешь или нет? Я понял. Сейчас выясним. И разобраться, расстрелять. Пропавших на востоке страны представители миссии ОБСЕ похитили российские казаки. СБУ установило причастность российских структур к поставкам оружия террористам и похищению европейских наблюдателей. Опубликовали доказательства, видеопереговоров между боевиками и их руководителем, атаманом Всевеликого войска Донского Николаем Казицыным. Генерал, генерал, бои остановили колонну в ОБСЕ, что здесь делать? Пускай посидят пока, я сейчас все пробью. Да, есть. Леша? Ну. Значит, команда такого плана. Всех документы собрать. Вот. Да. Выделить им комнату, чтобы там не было режущих кочев предметов. Поставить им охрану, машину загнать в какой-нибудь такой бокс, чтобы ее не было видно. Понял, да? Угу. Понял. Это команда сверху, издалека, издалека. Понял? Понял. Все. Вот, кормите их и поедите, чем Бог послал. Кормите пока. Потому что будут по ним переговоры идти на высшем уровне. Не понял. Там позвонил, позвонили, офицер связи Игоря позвонил. Вот. Просил передать, чтобы там у вас задержаны четыре этих АБСЕшников. Если у вас есть возможность, чтобы вы их отпустили. Ну, это то, что мне попросили вам передать, то я передаю. Сережа, у меня есть, у меня есть те, кто у меня есть, понимаешь или нет? Вот. Они мне сказали, что об этом, знаешь, даже первые, ничего этого не надо делать. Понимаешь или нет? Скажи, там в курсе делов, что у Белокамерной. Мне уже тут предлагали и деньги, и ты за них, и все остальное. Понимаешь или нет? Ну, ясно. Не, я говорю, передай, скажи, там скажи, все нормально, все согласовано. Понятно. Пропавших под Донецком наблюдатели ОБСЕ обнаружили ополченцы. Об этом сообщил народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев. Он также отметил, что с представителями миссии все хорошо, и в ближайшее время их могут отпустить. Какого-либо комментария со стороны ОБСЕ пока не поступало. Контакт с членами миссии был потерян, когда наблюдатели выехали на очередное патрулирование к востоку от города. Ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что наша страна пытается содействовать освобождению наблюдателей ОБСЕ на Украине. Подробности узнаем у народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева. Он выходит на прямую связь с нашей студией по телефону. Вячеслав, приветствую вас. Мы вас слушаем. Итак, расскажите все-таки по поводу этих наблюдателей ОБСЕ. Еще на прошлой неделе я обратился к миссии ОБСЕ с просьбой в ближайшую неделю не выезжать по территории ДНР. Четыре человека не послушали. Хотя, я же говорю, было предупреждение, что не надо. Ввиду создавшейся обстановки. Эти четыре человека выехали из Донецка в районе Тореза, по-моему. Они были задержаны. Торез, Снежное. И потом перебрали на Луганскую область. При себе у них была какая-то аппаратура, какие-то документы. После ознакомления со всеми этими документами, с этой аппаратурой, после собеседования со всеми наблюдателями ОБСЕ, я думаю, если все нормально, они будут отпущены нас в свободу. Вячеслав, а документы каких ведомств они предоставляют, вы о них сказали? Я не знаю, меня там не было. Поймите правильно, это происходило довольно-таки далеко от Славянска. И вне моего ведома. Я, честно говоря, рассчитывал на то, что они послушаются, в конце концов, что я им говорил, что не надо им покидать, там, в Донецке миссия находится, там, в Харькове и так далее. То есть мы предупредили всех, что будьте там на местах, и все будет нормально. Но, тем не менее, получилось таким вот образом. Сейчас выясняем все эти вещи, что там происходит. Наблюдатели миссии уже вышли напрямую, непосредственно на тех, у кого содержится. Там идет общение, разговоры. Там уже постоянно было. Это не ополченцы города Славянска и взяты. Во всяком случае, когда к нам с Славянска выезжает миссия ОБСЕ, мы об этом знаем и предупреждаем все блокпосты, чтобы их пропускали по-быстрому. Но, господин президент, США и Белый дом говорят о том, что у них есть доказательства того, что Россия вмешалась в ситуацию на Украине, направляла туда свои вооруженные формирования и поставляла оружие. У них есть доказательства. Вы верите в то, что... Если у них есть доказательства, то пусть они их представят. Поэтому, вы знаете, говорить это одно, а иметь доказательства это совершенно другое. Я вам еще раз говорю. Никаких вооруженных сил российских... То есть, они врут сейчас, американцы? Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Вы не хотите присоединить к себе Украину и вы никогда не пытались дестабилизировать ситуацию там? Мы этим никогда не занимались и не занимаемся. Занимаются так, отжимом, все, что можно, что нельзя. Вот. Поехали, значит, поехали в это самое... Казаки, там, договорились с ребятами по машинам, ну, ездят на задания, война идет. А те поехали себе машины эти брать. А они тут разъезжают, гульки, рестораны, блядь, и все остальное было. Ну, кому война, а кому мать родная? Ну, да. Вот, поэтому... Ну, вот такая ужина, понимаешь? Ну, тоже, понимаешь? Народ видит, народ понимает, понимаешь, это поэтому... Казаки! За свободу, реперендум наши казаки! Пусть им дадим отбор! Здесь короткий разговор! Нам помогут в этом наши парни-казаки! Казаки!